Мы на месте. Мы приветствуем Алисю. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверили она нам свое биополе на период сеанса. Надо верить, ей нравится в нашей комнате. И я даю команду. На счет три скэнера начинает сканировать пространство над ее головой под ногами. Два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Алиси. Находит все. У нее нет интерферентов, но у нее сбиты энергии. Энергии сбиты, да? И эмоции внутри. Хорошо. Значит, надо сбрасывать Алисе эти энергии негативные каждый день перед сном. Как день заканчивается, вы должны сделать следующее. Сейчас я вам покажу. Вы должны дать себе следующую команду. И на счет три, включая Алисе внутренний белый свет. Один, два, три. На счет три Алисе начинает выдавливать из себя все негативные и патогенные энергии, эмоции, вибрации. Один, два, три. Пошли энергии. Все это выходит и формируется перед ней в шар. Готово. Хорошо. Вы видите этот шар, Алисе? Видит. Повторяйте за мной. И на счет три под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Повторила? Да. И этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Все? Одна минута дела. Все понятно, Алисе? Да. Даже если вы не видите, вы можете спокойно это себе представлять, как бы это ни представлялось. Этот шар сформируется, и вы сможете открыть и скинуть. Не забывайте закрывать портал. Хорошо, Вера, давай заправим энергиями Алисю. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии ей нужно и какая частота вибрации. И на счет три. В макушку головы Алисе начинает поступать семь высоковибрационных потоков по 320% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Поднимаем чистоту вибрации до 26 Гц. Пошел подъем. Ей информация идет. Да. К ней приходил в прошлый раз помощник куратора Ева. Она не ответила на ей вопрос, откуда она. Сейчас она видит, что Алиса заинтересовалась своей душой и по мере возможности развивает ее, не оставляет эту тему. Идет вперед, как может. И поэтому она ответит на ее вопрос. На сегодняшний день он ей поможет дальше развиваться. Она с плеяд. Энергии ей идут плеяды. Благодарю куратора за эту прекрасную новость, которую он нам передал. Я уверен, ей помогут, Олесе помогут эти. Эта информация у нас много есть. Информации по плеядам, по энергиям, по стержню плеяд. Как ими защищаться. Она сможет получить любую информацию, если она этим заинтересуется. В любом случае, я могу себе представить радость куратора, который видит прогресс в работе своего подопечного. Я благодарю. Она готова. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо. Олеся, как вы себя чувствуете? Великолепно. Хорошо. Сейчас мы будем поднимать по очереди ваших дочерей. Начнем с Елизаветы. Я побуду с вами, а Вера пойдет и поднимет Елизавету сюда. Я прошу тебя, Вера, в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2015 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Вошла. Снимается все маски, голограммы, фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Елизавета выходит из биоробота, становится рядом. Она вышла. Я не вижу на ней голограммы, раздяжек, подключек. Я вижу сущность, которая прыгает в ней. Хорошо. Защищаем ее физически, биоробот, защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Елизавету в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Елизаветы поднимается в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Отлично. Елизавета идет к маме. Мы приветствуем Елизавету, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Доверит вместе с мамой. Отлично. Я даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой, а Елизаветы под ногами. 1, 2, 3, скэнер сканирует все 7 тонких тел Елизаветы. Находит все. Его вытолкнуло сразу. Это бес 9-герцовый, и у него воронка своя. Бес получает удар 100 тысяч герц. Пошел удар. Он говорит, так я снова добить будешь. Подожди, но скинер не закончил. Хорошо. Значит, ты ясновидящий. И у него никого нет больше. Один бес. 9-герц? Да. Хорошо, бес. Я не знаю, перейдешь ли ты на уровень демона, но я намерен сегодня тебя наказать очень серьезно. На каком основании ты зашел в ребенка? У него информация идет чистая. И все дети чистые. На 9-герцовый бес. Не каждому заходит бес. Я тебя предупреждаю о серьезности ситуации, в которую ты сегодня попал. С трех лет я в ней. С трех лет. Показывай ситуацию, как это было и почему ты вообще зашел. Какой у тебя был план? Если ты не дашь мне ценной информации, ты для меня вообще никакой цены не представляешь. План завладеть ей. И что? Забрать душу или что сделать? Или как? Какие планы? Воспитать. И кем ты хотела ее воспитать? В своем стиле. То есть сделать из нее беса, да? Ну, совсем бесом она не станет. Но свои качества я бы мог вложить. Хорошо, что в ней сейчас присутствует, от чего ей следует избавиться, чтобы не получить твои новые подключки? Мама защищать может только. Только мама может защищать своими энергиями, абсолютно верно. Так, Без, что ты оставила ее в биополе? Энергии мы там. Вера, мы чистили квартиру, Олесе. Мы не чистили квартиру, она переезжает куда-то. Она переезжает, понятно. Хорошо, значит, нет тогда смысла сейчас с этим заморачиваться. Тогда переходим. Давай, Без, выходи. Вытаскивай все, что ты в ней оставил. И возвращайся назад в клетку. На руках развязывай. Ленты и колготки снимай. Так, как эти колготки, как эти ленты воздействовали на Елизавету? Руками махала. Дралась? Да. Значит, это твоя работа. Хороший бы экземпляр получился, Безовской. Но? Пришел ты. Абсолютно верно. Все снял. Хорошо, Без. Сделаем реверс. Я даю команду тонкой копии Елизаветы. Мама помогает спроекцировать все энергетические и всех болезней. Все, что она могла получить от него, возвращается назад. Что там идет, Вера? Идет энергия и идут мысли ее, которые он вкладывал в нее. Много мыслей. Он говорил, как себя вместе делать в определенных ситуациях. Готово. Хорошо, устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Елизавета забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Елизавета себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Он со всех чакр энергии перерабатывает. Хорошо, переходим. Включаем внутренний белосвет Елизавете. Один, два, три. И насчет три. Мама помогает. Елизавета выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, находящиеся в ее биополе. Один, два, три. Все это выходит и формируется перед ней в шар. Маме информация идет, что ей надо развиваться ради детей и для их становления души правильного. Абсолютно верно. Только мама может защищать своего ребенка. Если мама сама не развита, кого она может защитить? Ни себя, ни детей. Дело в том, что маме надо объяснять детям про душ. Чтобы она развивалась, чтобы они ее чувствовали, чтобы знали, что не только биологический робот существует. К сожалению, мы не можем эти знания вложить в голову Олесе. Но она может этим заинтересоваться, и она получит информацию, если намерение есть. Шар вышел. Большой? Какой-нибудь большой мяч. Открывается под ним портал в галактической ядре. Этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. У нас канал еще к демону. К бесу. К бесу, то есть. Сейчас кладу руки на плечи Елизавете и делаю импульс высокого образца нашего удара, помогая ей сжечь все каналы к интерференту. Один, два, три. Удар. Отлетает канал. Открывается портал в галактической ядре. И канал уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так. Значит, бес у нас все отдал. Дальше мы можем обходиться без него. Бес. Я тебя предупреждаю сразу. Если я тебя второй раз увижу в ее биополе, а я буду проверять это биополе, ты уйдешь только в одно место. В галактическое ядро. Это вполне серьезное предупреждение. Ты это понимаешь? Да. Хорошо. Или уточни, когда ты вернешься в свой мир, что случилось с Вильзевулом. И кто его отправил в определенное место. И тогда ты поймешь силу моего намерения. Понимаешь? Да, вижу я кто-то. Хорошо. Все. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте. Бес 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Чисто. Неупокойные бесплотные души. Чистота. Чисто. Бесплотные подселенцы. Чисто. Негативные Грегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровье, физическому, энергетическому. Чисто. Хорошо. Давай закачаем энергиями, Елизавету. Сколько ей нужно энергии, и какая частая вибрация, максимально комфортная. Подожди, пожалуйста. Здесь навязчивая идея идет какая-то... Где она? Подселенцы. Бездушные подселенцы. Или что-то тут. Неупокойные души. Так мы прошли по частотам или они не проявились? После упокоенных душ. Хорошо. Переходим на чистоту. Неупокойные бесплотные души. Если такого есть, они проявляются. Чисто. Переходим на чистоту. Бесплотные подселенцы. Они проявляются. Чисто. У нее как-то мысли форма в голове. Хорошо. Эта мысли форма загорается красным цветом. Один, два, три. Ты ее видишь четко и ясно? Она очень старая. Она про нее забыла. Но она у нее осталась как болью, что ли. Она видела смерть какого-то животного. Хорошо. Видишь эту точку? Красная. Да. Сел мы его на меня, отправляя ее в клетку тюрьмы. Она выходит и все наночастицы этой боли выходят и летят в клетку тюрьмы. Да, будет так, а так и есть. Она больше фантомная, белая, с красной точкой внутри вышла. Открывается портал в галактическое ядро. И эта форма, мысли форма уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Вера. Процесс активации еще рано ей делать. Как насчет Меркаба? Она хочет активации. Хочет активации. И на счет три. Запускаем процесс активации, идентификации. Души. Один, два, три. Пошел процесс активации, идентификации Души. Она ангел. Она показать им хочет, что она ангел. Ангелочек. Отлично. Чистый свет у нее, такие энергии чистые, вибрации тут от нее хорошие. Хорошо. Елизавета, ты видела все, что сегодня происходило. Ты поняла, почему бес пришел к тебе? Как он на тебя воздействовал? Покушать моих энергий. Абсолютно верно. И ты, у тебя есть все, любое оружие, чтобы его выгнать из своего биополя. Я хочу просто, чтобы ты об этом знал. Мама тебя защитит. Но ты должна быть в курсе, что у тебя есть свое оружие. И по мере твоего роста мама будет тебе объяснять многие вещи. И ты поймешь, как этим всем пользоваться. По мере моего роста я буду защищать маму. Вполне возможно. Благодарю тебя за эту информацию. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Я очень хочу зажить в своем физическом теле, да, этой осознанности. Давай мы тебя сначала еще поставим в защиту. Создаем защитную оболочку, защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Она просит маму рассказывать ей больше о тонких мирах, ангелах. Надеюсь, мама найдет правильную информацию. Да. Таким образом она быстро разовьется, осознает и сможет защитить себя. Отлично. Она знает, кто она, когда она была ребенком, маленьким, младенцем. Она видела этот ангельский свет. Отлично. Была под его защитой. И эти эмоции есть самый главный пик для нее. Хорошо. Готова. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Елизавета, будем тебя возвращать назад и поднимем сейчас твою сестру. Благодарит. Во благо. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Елизаветы в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2015 года, воплощенную на Земле. Она вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком очистки энергии Абсолюта. Берем Еву в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Евы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Еву. Ева идет к маме. Спрашиваем разрешение Евы, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Мама отвечает. Да. Да. Доверить. Я даю команду на счет 3. Скэнер начинает скэнерать пространство над головой Евы под ногами. Тонкий тел Евы. Находит все. Не рахнует мохнатый большой. И в ногах. Черт. Черт. Или без. Считай цифры над головой. Пятерка. Это у нас черт. Хорошо. Рахнует. Ты надеешься уйти живым после нашей встречи? Рахнует. Представься, я сейчас подключусь к твоим детям и дам им ангельской энергии. Энергия арго. Как ты думаешь, что останется от твоего потомства? Это невозможно. Ты думаешь? Я тебя должен разочаровать. Это вполне возможно. Я не понимаю, почему ты зашел в ребенка, которому так мало лет? Он показывает. Больше не показывает, как он зашел. Итак. Два года назад он зашел. Два года. Хорошо. Как это было? Опиши. Он выбирал ее среди детей. Спустился с потолка. И такое ощущение, что он прочитывал информацию. Какую информацию ты прочитывал? Осознанность, которая окружает их. Не только осознанность детей, но и окружение. И? Ее окружение было самое неосознанное. Никак он не мог представить, что она окажется в комнате диагностики у нас. Понятно. Хорошо. И тем не менее ты оказался здесь. Хорошо, Арахнует. Ты сидел два года. Да черт, как долго ты сидела в ее биополе? Я сделал неправильный выбор. Ну это будем... Надо было к мальчику подключаться. К какому мальчику? В детском саде? У группы детей. Там был мальчик. Надо было к нему подключаться. Ну это уже поздно. Ты уже здесь. Тот мальчик. Тому повезло. И так, черт. Как долго ты находился в этом биополе? Почему ты вошел? Просто раздувается. Больших размеров. Хочет показать, что он... Крутой? Ну крутой. Он сравнивается с безом. А, вот такой. Хорошо. Я тебе сейчас покажу одни... Он не глупый. А, в таком плане. Ты перестань меня здесь устраивать концерты. Ты не туда попала, не к тем. Ты будешь отвечать на все мои вопросы. Он не пытается тебя напугать. Он хочет казаться умным. А, в том плане. Ну хорошо, рассказывай тогда. Когда ты подцепился? И как долго ты сидишь, во-первых, в ее биополе? Первый вопрос. Год и два месяца. Хорошо. Опиши ситуацию, когда это было. Где ты подцепился? В квартире? Нет, он показывает улицу. Прыгала, она и воронку. Ага. Когда это было? Год и два месяца. Ну у нее был такой случай, когда она почувствовала какой-то сильный удар. Это было твое присутствие? Вообще-то я удар почувствовала, когда она прыгнула в мою хронку. А она прыгнула в тебя. Бывает и такое, понятно. Тряхнула меня. Ну вот она пишет. Прошлым летом также было несколько раз странных приступов. Что это за приступы были прошлым летом? Синхронизироваться мне надо было. Это ты синхронизировался? И так у нее ночью крутило ноги? Да. Судороги были? Это мои действия. Ой, черт, черт. Я не знаю, честно говоря. Что с тобой делать? Мое присутствие так и выражается всегда. Так, арахноид, выходи. Вытаскивай все, что я стояла в биополе. Отключайся полностью. Вытаскивай все. Возвращайся в клетку. Проверка будет проходить. И доклады о готовности к проверке, которая будет проходить двумя миллионами герц. Ты не успеешь глазом моргнуть, как ты в пепел превратишься, если ты только попытаешься что-то оставить или забыть. Что же касается и черта. У арахноида у него нет потомства, но очень много его присутствует. Слово идет «сохранялся», как будто он сохранялся в ней. И он достает вот эти, ну он пушистый, все вот как свои вот эти. Ну я не назову их иголки, они больше как какие-то. Я их вижу, как шарики с иголками. Такие пушистые какие-то штуки. Ну вот шарики с иголками, да. И паутина тоже убирает. В его интересах. Все собрал. Хорошо, черт, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Снимай, возвращайся в клетку, докладывай готовности к проверке. Гольф он снимает. Как они воздействовали на нее, черта? Подключкает мои воздействия, были по-разному судороге в том числе. Ага, хорошо. Изменение настроения. Все снял. Я даю команду тонкой копии Евы спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенным энергетикам. Энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в сто раз. У нее страх от арахноида, он ее подчинял. Арахноид получает удар 50 тысяч герц. Удар. Ну, он визжит, получил свой удар. Хорошо. Это самый низкий уровень удара. Ты просто паразит, ты к ребенку зашел. Получает ее страх назад. Хорошо. Отлично. Усилием все потоки. Все назад. Еве нравится, как ты с ними обращаешься. И она когда-то научится, когда подрастет, будет с нами работать. Она говорит, что сейчас они совсем не страшны. Молодец. Все правильно. Они и так не страшны. Ты сильнее их. Как вырастешь взрослой, все будет у тебя хорошо. В порядке реверсия. Ева забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. И обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее украли до последней капли, возвращает Ева себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Арахноид, я смотрю, ты перешел все границы. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, она на связи. Ли, я прошу тебя прощения за то, что я тебя беспокою по такому мелкому поводу. Арахноид. Но здесь я заметил, он ворует и жизненную энергию ребенка, которому там 7 лет или 8 лет. Я, честно говоря, немножко удивлен. Я не знаю, что мне сейчас в этой ситуации, как правильно поступить. Это причина матери или жители, это просто ребенка жалко. Это пацифил. Они живут на человеческой энергии. Понятно. Я собираю. А с ними можно разговаривать? У них есть такая осознанность, которую они поймут? Что нельзя к детям приходить? Нет. У них другие методы. Мы заберем его. Хорошо. Благодарю тебя. Включая программу на рассинхронизацию энергии Евы с энергией арахноидой черта. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до числа значения 100%. Готово. Готово. Хорошо. Включая внутренний белосвет Евы. 1, 2, 3. На счет 3 Ева выдавливает. Мама помогает. Все негативные и патогенные остаточные энергии, которые остались от интерферентов арахноидой черта. 1, 2, 3. Все негативное и патогенное выходит и формируется перед ней в шар. Давай, Ева, покажи, как ты умеешь. Он говорит, что почти ничего не осталось. Маленький шар вышел. Открывается по ним портал в галактической ядро. И этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду скеннеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Скеннер сканирует систем тонких тел Евы. Выпаривает остаточные негативные энергии. Частички от интерферентов. И дает нам зеленый или красный маячок. Пошел процесс. Зеленый. Хорошо. Значит, все забрали. Арахно, это забрали уже или нет, Вера? Да, забрали. Хорошо. Черт. Ты понял, какая серьезная ситуация? Понял, да. Хорошо. Больше ни в это биополе, ни в биополе кого-нибудь из членов этой семьи ты не приходишь. Если мы второй раз с тобой встретимся, я не буду с тобой более дружелюбным. Он говорит, я черт, а не дурак. Тоже верно. Тоже верно. Хорошо. Готовы уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая печатать, расторяя из того глядя пентаграмму. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Пройдемся, переходим на 4. И на счет 3. Запускаем процесс активации. 1, 2, 3. Пошел процесс. То же самое. Ангел. Она не показывает. Но свет идет от нее. Хорошо. Она на маму смотрит. У нее, знаешь, такая реакция. Она более спокойная. И она не знает, показывает или нет. Она сдерживает. Хорошо. Ну, а если это близнецы. Поехали дальше. Пусть тонкая копия Евы вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 15. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Евы до значения 315 Гц. Пошел подъем. Вот сейчас она открыла крылья. И ей спокойно в Меркабе. Она знает, что она защищена. Поэтому она показывает, кто она. И у нее тоже идут крылья. Она их вверх поднимает. То есть для нее тоже связь с ангельским миром. Это и есть самый запоминающийся для нее момент, который был в ее жизни. Хайлайк. 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 Понятно. Отлично. Хорошо. Ну, синхронизируйте энергии вибрации, гармонизируйте, распределяйте, усваивайте наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо. Ева, как ты себя чувствуешь после чистки? Она говорит, как будто я что-то вспомнила. Интересно, какая я. Ты действительно вспомнила? Так и есть. Работа в этом направлении? Она пока не поняла. Хорошо, придет время, ты поймешь. Будем возвращать сейчас назад Еву, маме говорим, и после этого вернем маму. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Евы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, я вспомнила, мы вместе пришли. Она показывает, как они за руки держатся с тройкой. Конечно. Я рад, что дети. Она говорит, я счастлива. Отлично. Это счастье никогда тебя не покинет. Выключайте эмоции, Вера, один, два, три. Слышишь только мой голос, следуешь только моему голосу. Выключай все от тебя эмоции. Хорошо. Отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте. Хорошо. Олеся, мы почистили вас, ваших детей. Вы хотите что-то добавить, спросить? Она хочет поблагодарить. Без проблем. Благодарим и мы вас. Во благо. Поспитывайте дочек в правильном направлении. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Алиси в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Дети – это ее учителя. Так и есть. Развивая их, она будет развиваться сама. Конечно. Или наоборот, развивая себя, она будет развивать ее. И это правильно. А лучше параллельно развиваться. Все работает в обе стороны. Конечно. Все верно. Ей еще идет информация, что она не должна навязывать детям свое мнение. То есть она не должна с ними обсуждать какой-то негатив, злость, ненависть усилять в них. Олеся, примите это к сведению. Это очень важный момент. Конечно. Не надо программировать детей на негатив. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кубор 있으면 отвечmayedy